всем доброго времени суток сегодня у нас распаковка вот такого вот крутого автомобиля на радиоуправлении покупали мы его здесь у нас в одессе на седьмом километре ссылку на продавца я оставлять не буду но я оставлю ссылку в описании на сервис кэшбэка летишоп с помощью которого можно будет купить такую игрушку или любую другую игрушку или вообще не игрушку практически в любых интернет магазинах украины россии и ближнего зарубежья коробка вот с таким вот прозрачным окном с микро гофры в процессе транспортировки немножко вот вмятина пострадала размеры коробки 40 сантиметров на 15 на 15 то есть можете учитывать эти параметры если вам нужно на подарок и это все дело упаковать а продвес ее проверил перед тем как нам ее привести но кое-что забыл об этом чуть позже масштаб игрушки 114 то есть игрушка достаточно крупная на обороте у нас есть инструкция то есть машинка бывает двух модификациях который идет на батарейках и на аккумуляторе то которая на аккумуляторах идет зарядным устройством который продавец забыл привести сейчас привезет также управление бывает вот с таким рулем и вот с таким вот пультом у нас вот с таким вот пультом для того чтобы открыть автомобиль вот здесь вот был скотч мы его уже срезали открываем чтобы ничего не нарушить и вот это вот вся красота выезжает отсюда вот на таких салазках этом берем это нам пока не надо так вот так вот выглядит автомобиль пульт закреплен сам автомобиль тоже закреплен транспортировочные наверное винтами болтами так вот такой вот автовоз отвинчиваем вот такой вот пульт пластик такой вот дешевый антенна вроде гибкая наверное не поломается органы управления то есть я его активируя нажатием любой любого джойстика так батарейки у нас вот в таком вот защищенном отсеке вот меня есть такой мультитулс я сейчас отвинчу не знаю зачем в общем ребенка будет достаточно сложно добраться до батареек открываем смотрим какие-то дешевые батарейки формата 3а на полтора вольта говорят что они этих батареек хватает где-то на час проверим так обратно так закрыли пульт откладываем так снимаем с платформы наш автомобиль так немножко сверху его придерживаю и вот такая вот красота у нас на столе что это за автомобиль непонятно понятно что это он у нас среднемоторный какой-то прототип какого-то porsche диски наверное какие-то 18 вот это кстати резина она мягенькая автомобиль имеет рамную конструкцию вот это вот штука довольно таки прочная тут у нас есть калибровка поворота колес отсек для батареек тоже защищен защищен он саморезом отвинчиваем так вот такие у нас тут аккумуляторы очень легкие я думаю что они не настоящие но продавец уверял что и хватает достаточно надолго в общем проверим ставим обратно в общем если у нас вот это вот интегрированная рамная конструкция довольно таки с прочного твердого пластика то сам кузов очень такого хлипкого пластика будем надеяться что он будет при ударах от препятствия будет отыгрывать вибрировать и не ломаться кузов кроме привенчан вот этим вот саморезами вот они с обеих сторон что тут еще такого каких-то таких элементов чтобы ребенок взял и отодрал я не вижу ограничение тут 3 плюс гнездо для зарядки у нас вот здесь чтобы включить у нас есть переключатель вот тут включили и зажглась вот такая вот подсветочка не знаю видно там вот диодики они уже мигают и я так понимаю будет красота так пробуем значит поворачиваются колеса нас дискретно не плавно то есть плавненько выйти поворот у вас не выйдет едет она нормально едет сейчас я наверно выйду в коридор а ходовые испытания показали что оптами для явные проблемы с управлением руля он особо не слушается но я думаю что приловчиться можно быть я на какие-то проблемы с поворотным механизмом с его калибровка можно наверно поиграться но что-то я не верю что это поможет мне кажется что на свои деньги она довольно таки неплохая посмотрим как она будет себя вести в процессе экстремальной эксплуатации вот такая у нас получилась распаковка обзоры настоящих больших автомобилей на канале я майкин блок ссылка в описании спасибо что посмотрели это видео жду от вас реакцию лайки дизлайки и комментарии подписывайтесь на канал ставьте колокольчик я думаю дальше будет интересно всем удачи всем пока